Всем привет, с вами вновь Мэтт Чадр, и сегодня мы опять поговорим о Мэтт Нос Комбат, но не о самом Мэтт Нос Комбат, а о творчестве фанатов. И я с преогромным удовольствием расскажу вам о такой анимации, как Мэтт Нос Реджимер 2 Ревенджер, что переводится на русский как Искупитель Безумия 2 Мститель. Короче, анимация начинается с того, чем закончился второй эпизод Мэтт Нос Комбата. Нам показывают, как Джебус китает пистолет шерифу, и приходит фотограф, и фотографирует шерифа с пистолетом. Как я понял, выставив всё так, как будто это шериф, такой крутой смог замочить Хэнка. Как вы уже поняли, события анимации происходят между вторым и третьим эпизодом. После чего события прикидываются к месту событий второго эпизода, где союзник нашего безымянного главного героя даёт ему оружие и говорит местоположение шерифа. После чего наш главный герой начинает... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фух, продолжаем наш обзор. А пока продолжается хорошо, давайте поговорим об интересных моментах. Во втором эпизоде оригинального Мэттнеса Хэнк проник в здание, взорвав под собой гранату. И как раз таки эту дыру от гранаты здесь можно увидеть. Это отсылка на второй эпизод, где Хэнк тоже убил нескольких крантов из вентиляции. В оригинальном Мэттнесе, в том же втором эпизоде, когда Хэнк находился в той же комнате, он тоже был с двумя дробевиками. Эти сцены даже можно спутать. Интересное замечание, если в оригинальном втором эпизоде Мэттнес Комбата все комнаты были белоснежными, так тут они потертые и разломанные, и все в граффити. Что означает, что событие происходит через какое-то время, но опять же до третьего эпизода, потому что шериф еще жив. За время нашего отсутствия наш главный герой убил еще сотню гранатов и пришел в офис шерифа, где выясняется, что шериф под столомость тайный проход. После отправления еще нескольких тысяч ушных от свет, наш главный герой продвигается дальше. Ускорение. После чертного массового убийства наш главный герой находит большую железную дверь, которую можно открыть только если впечатать правильный пароль. То есть один. Короче, наш главный герой все-таки входит в данную комнату, где находят шерифа и джебуса. И также три капсулы, в которых заключен шериф и еще какой-то расфигаченный труп. Продолжу вам несколько вариантов. Либо это клон шерифа, который будет выпущен на свободу, когда оригинальный шериф умрет. Либо же это и есть оригинальный шериф. А тот, который мы видим весь Мэтнос, это и есть его клон. Но оба данных варианта рушат расфигаченный труп. Нафига кому-то клонировать расфигаченный труп? Либо это и есть шериф. Но предыдущий, который был сверкнут новым, которого мы все знаем. После чего заключен в капсулу, как профей. Эта теория еще вам покажется реалистичной. Но почему вы поймете потом? Продолжаем. Джебус ринулся защищать шерифа, но шериф такой. Не-не, я сам справлюсь. После чего спрашивает нашего говного героя. Зачем ты припёрся? А наш говный герой отвечает. Убить шериф! После чего они начинают драться. Наш говный герой огребает. Потом огребает шериф. После чего шериф злится. И наш говный герой еще больше огребает. В результате шериф выигрывает сражение. После чего убивает нашего говного героя. Который все утвердит, что надо убить шерифа. И в конце шериф говорит Джебусу, чтоб он убрал тело нашего говного героя в капсулу. Вот и подтверждение моей теории. По всей видимости, шериф всегда, когда побеждает, уложит тело своего оппонента, как трофей в капсулу. Уф, на этом все. С вами был Мэтт Чаттер. Скоро выйдет новое видео. Всем пока!